Друзья, всем огромный привет! Сегодня поговорим о таких вот мелочах, как бы мелочах, но в обиходе все пользуются. Это у нас решетка и сам режущий нож от мясорубки. Сами знаете, что должны быть острыми, чтобы хорошо резали, тем более если мясо будет жилками, жилки труднее будет перерабатывать. Вроде бы так, на первый взгляд все идеально, но на просвет даже видно, что плотно не прилегает. И нам надо добиться идеальной плоскости, что здесь, что здесь. Я думаю, что многие точат и точат правильно, но я покажу, как делаю это я. Конечно, нам понадобится стекло, лучше зеркало, оно потому что идеально полировано, но если не зеркало, можно использовать ровненькое стеклышко. Далее мы возьмем наждачную бумагу, в моем случае это шестисотая, первая будет шестисотая. Как бы можно ее приклеить и вручную делать, но опять же, мы плотно здесь не прижмем, если мы вот так держимся, оно где-то будет какой-нибудь перекос. Сейчас делаем приспособление небольшое, такое на 5 секунд, за 5 секунд, и под это, и под это. Использовать буду вот такую деревянную речку, я ее немножко подстругал, прям ножичком. Сейчас один край подстругаем, чтобы она заходила сюда, но не выходила сюда. То есть, такая вот конструкция получается. И с другой стороны также можно сточить, только сделать немножко побольше. Получше двухсторонняя такая палочка-выручалочка. Для того, чтобы наждачная бумага не срезала зеркало, буду использовать обычный двухсторонний скотч, по краям прям. На центре ничего нет. Немного смочим. То есть, как я и говорил, когда мы рукой, во-первых, это неудобно, и нету полного прижимания. Теперь мы можем взять нашу палочку и вот таким вот движением... Более грубые прошлись. Также проходим одну сторону. Также, как я и говорил, насаживаем. И поехали. Когда прошли уже круг, сам круг, решетку вернее, отрываем наждачную бумагу. Меняем ее, в моем случае это двухтысячная. Была бы, конечно, тысячная, но я думаю, двухтысячная тоже будет неплохо. А может даже и лучше. Также смочили. И сразу же что-то не переставлять, начнем с решетки. С палочкой, на самом деле, очень удобная. Не надо там пальчиками держать. Вон в руку зажал крепко. Все плотно прижимает и прям по центру получается. Я думаю, хватит. Теперь само лезвие. Ножку еще подсмотрим. И поехали. Прям уже сразу чувствуется, что они прям острые. А еще можно сделать такую палочку. Засунуть ее в шуруповер. И так же крутить. Это прям для ленивых. Это намного быстрее будет, чем руками. Гребен. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Смотрите продолжение в следующей части. Сейчас посмотрим на просвет. Но уже визуально я сам вижу, что даже просвета не нужно. Но тем не менее, давайте попробуем. Уже видно совершенно, что нигде ничего не просвечивается, нежели в первом варианте. То есть вот таким вот способом легко и просто можно наточить ножи. И жена будет довольна. И у вас всегда будет хороший вкусный фарш. Если вам понравился и полезен был ролик, обязательно поставьте палец вверх. Напишите ваше мнение, что вы думаете. На вами я желаю всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.